привет привет сегодня покажу я вам свою аптечку храню я ее в шкафу на кухне вот такая у нас аптека вот так у меня все разложено тематически если можно так сказать здесь вот мои витамины но здесь не только витамины конечно здесь разные лекарства все чем пользуюсь я все что я принимаю вот дальше идет коробочка измеряет сахар в крови но мы не диабетики но измеряем время от времени дальше гомеопатические средства и эфирные масла вот это вот коробочка первой помощи оказания дальше здесь вот витамины минералы которые мы принимаем вдвоем и муж и я здесь вот все витамины ну я просто написала витамины но на самом деле есть не только витамины здесь все что принимает мой муж дальше значит но от желудка все от этого простуда грипп вот эти средства здесь сердце аллергия боль все понятно значит от чего это здесь вот стоит тоже все прин принадлежащие к этому но то что не поместилось вот например вон те вон флаконы большие они высокие очень поэтому я сбоку поставила а вот на этой полке туда вдаль там тоже все идет забито почти это уже здесь вот эти средства есть это просто дополнительное как это новое новые флаконы вот куда же без валерьянки нам психом в одну и если хотите сейчас вам покажу поподробнее так скажем что внутри значит моя полочка наверно самое интересное для меня вот у меня вечно здесь дополнительные баночки стоят всякие бутылочки вот ну вот то что первое мне в руку попалась это ну мазь это с витаминами а д и е она защищает кожу от трещин и повреждений и она очень хорошо помогает ну вот просто даже кожа смазывать такую кожи лица потому что вот эти вот все витамины они очень полезны для кожи вот сейчас я открою покажу как выглядит у меня это подставка вечно ножки вот выглядит внешне как обычный вазелин вот сейчас я включу попробую еще дополнительно свет свет вот включила дополнительно не знаю получше стало видно или нет вообще внешне это как обычный вазелин кожи хорошо смазывать я хранила это в холодильнике но в холодильнике эта мазь становится какая-то очень тягучая поэтому я ее принесла сюда вот домой мне нравится пользоваться так дальше что здесь есть это зеленый кофе экстракт но по замыслу это эти капсулы должны помогать сбрасывать вес ну если честно я вообще не вижу никакого эффекта я вот купила у меня это насколько здесь я половина на ли страсть учить меньше половины но эффекты я особо не вижу вот рыбий жир это для щитовидки натуральные средства и даже не знаю что здесь в составе а ну здесь натуральные средства здесь дальше еще покажу вам вот эту штуку это таблетка резко как мы ее называем пользуется успехом в нашей семье я и родным выставила своим очень удобная штука а так вот нажимаешь тогда вот легко открывается есть они без вот такой защелки вот так вот она выглядит внутри вот здесь вот расположен нож который режет таблетки таблетка кладется вот сюда и нажимаешь вот так вот защелкиваешь и она разрезается вот можно таблеточки складывать вот эти вот отделы я и пользуюсь постоянно сейчас я вам покажу как она работает сейчас я достану таблеточки и вам покажу ну давай сейчас вот вытащим вот этот контейнер я вам скажу очень очень удобно хранить таблетки лекарства витамины мази все именно в так вот по тематические потому что иногда вот срочно что-то нужное чтобы не копаться не ковыряться не искать все разложено очень удобно я вам скажу очень удобно вот здесь всякие мои женские таблеточки витаминочки сейчас вам покажу как разрезать таблетку вот значит кладем таблетку в серединку вот сюда просто напросто защелкиваем дальше открываем таблетка разрезано вот если нужно таблетку разрезать например на 4 части то еще раз ее кладем в серединку половину эту и еще раз закрываем вот у вас получились четвертинки вот так вот я пользуюсь и режу таблетки очень удобная штука здесь разные записочки так что принимать так до 350 он помогает кальций усваиваться это если не ошибаюсь нет это не то ну это в общем до 350 d3 вот хотел сказать вам про эти таблетки это клюква таблетки клюквы вот как они выглядят это как принимать вообще полезно тем у кого проблемы с мочеиспускательной системы у меня тут с этим проблем нет ну вот когда например я чувствую что начинается как будто бы цистит вот таких неприятные ощущения я сразу таблетки 4 выпью и все она проходит вот иногда для профилактики даже главное это вовремя вот первые симптомы и тут же пить все проходит вот говорят клюквенный сок мол нужно пить когда цистит это все ерунда но в том плане ерунда что вам придется выпить за день там литров 10 сока этого только тогда эффект будет ну а вы же не сможете столько сока вывить поэтому лучше всего именно в таблеточках брать это натуральная и очень действенная вот хочу вам сказать про витамины мой врач мой врач гинеколог и до этого я тоже слышала всегда советуюсь советую женщинам принимать витамины именно для беременных беременны это не беременная для женского здоровья полезными на витамин для беременных это вот как бы секрет идет такой я знаю одну женщину е за 90 лет и у нее даже ни одной седой волосинки нету она очень здоровая и когда ее спросила я секрет ваш секрет расскажите она говорит я всю жизнь принимаю витамины для беременных вот и на еще одно доказательство но на самом деле вот эти вот витамины они очень-очень дорогие ну ну как очень-очень по сравнению с теми витаминами как обычно магазинах продают здесь вот 30 30 таблеток вот сколько же мы уже до 60 долларов что ли за одну вот эту вот но это дорого получается за месяц это очень качественно здесь вот все очень качественно здесь и витамины фалат это вот фолиевая кислота вот лучше принимать именно что не фолик с и что было написано а вот именно фалат не знаю здесь вы видите вот вот здесь вот это очень полезно а вот здесь вот вытяжки из трав овощей фруктов это очень качественные витамины так вот они выглядят так что еще дальше но здесь у меня нож по вот это вот овечье плацента тоже очень полезно для женского здоровья скажу как выглядит так вот капсулы выглядит я вообще предпочитаю покупать все именно в капсулах не в таблетках но иногда выбора не бывает приходится в таблетках выбрать это витамин и я все показывать не будут очень много времени будет дальше еще есть вот такие вот контейнеры у них тоже хранить лекарства по дням недели такие вот здесь тоже все это разные разные разности водоросли сейчас я обратно поставлю этот контейнер вот так вот все аккуратно все по контейнером разложен это очень удобно дальше идем дальше вот вот этот вот возьмем давайте это коробка здесь у меня контейнер чтобы измерять сахар в крови как выглядит могу даже продемонстрировать как это измеряется думаю некоторым будет это интересно сейчас я покажу вот это вот сам аппарат который измеряет здесь у меня защитная пленка я и не убрала вот так вот аппарат этот выглядит ну вот это вот просто как она салфеточка пропитанная спиртом обрабатывать палец вот этот сами полосочки которые на которой капаешь кровь сейчас одну возьму и вот этот иголка она одноразовая потом даже невозможно использовать второй раз так ну начнем сразу скажу здесь система измерения крови норма считается вообще идеально 100 90 110 100 это вот считается нормой сейчас посмотрим сколько у меня сразу скажу сегодня я еще ничего не ела было только кофе без левых без сахара просто черный и вот посмотрим сколько у меня покажет этот пальчик возьму вот очень важно когда обрабатываешь после этого дать спирту испариться а то может быть искаженные цифры показать обработали сейчас уже почти испарился спирт дальше открываем иголочку они иголочку я имею ввиду ты тут саму полосочку вот вставляется она вот этой стороной видите она уже показывает типа давайте кровь все вытаскиваю я палочку и вот нажимаю кровь спирт уже абсолютно испарился дальше слышали пибик сказала его секундочки три два один идеально видите у меня показала ровно 100 идеальная цифра но совсем все это уберу и кину вот это очень удобно вы просто контролировать потому что сша очень много диабетиков поэтому немножечко настораживает конечно стараемся следить за питанием ну получается не всегда так что вы идеально питаемся ну все равно стараемся следить и очень вот этот хорошо иметь доме более с возрастом риск появление диабета повышается поэтому это очень удобно иметь в доме такое и пойдем за другой коробочка эта коробка здесь гомеопатические средства эфирные масла так вот она выглядит вот в этом вот розовом контейнере у меня гомеопатические разные средства здесь все описано для чего для чего я не вижу а вот сухой кашель болезненный вот этого для этого то есть на каждом идет описание для чего это от тошноты боль связанная боль но нервов никогда например не разожмёт что-либо 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 дускать помогает ну как снизить появление шрамов ну будет не совсем обычные такие вещи вот именно гомеопатические тоже сухой кашель который ухудшается именно ночью боль в суставах связанная как ну вот когда двигаешься именно и начинает болеть суставы вот принимать ну сейчас все все читать не буду ну вот просто чтобы имели представление дальше вот такой вот спрей и это спрей кедровый кедров с кедровым маслом он помогает избавиться от различных насекомых вот это масло обоце мне подруга прислала с казахстана очень хорошее масло здесь вот а это на коробке был список трав это очень много различных трав капать капать в нос его при нас марки просто вот так вот много чего он помогает и еще козелмай масло у меня где-то она тоже есть по моему холодильнике что ли тоже отличное средство вот это вот облепиховое масло вот эти вот флакончики вот эти вот это эфирные масла вот я вам покажу эфирные масла все такие у меня есть вот это перечная мята эфирные масла эвкалипт это шалфей янтарное масло очень необычный запах иланг иланг если я правильно это перевела на русский это сосновое масло масло чайного дерева у нас это в доме популярным часто покупаем это масло масло лаванды я для стирки вообще варю само средство моющее средство возможно как нибудь я покажу как я это делаю потому что он уже кожа чувствительная ко всем химикатам поэтому я сама варю это средство уже много лет и я вот когда варю это средство добавляю какой-нибудь из эфирных масел для запаха вот это я уже показывала так это масло ладана обалденный запах бергамот это пихтовое пихтовое масло и вот еще одно масло чайного дерева я очень люблю эфирные масла ну вот здесь тоже это типа для гомеопатических здесь вот написано по-моему для чего это да масло если пазмы в мышцах и боли в мышцах и если это боль проходит когда вы что-то теплое прикладываете тогда именно вам вот это вот нужно это где ингредиенты где ингредиенты магнезия магнезия в таблеточках вот эти вот именно вот эти вот четыре баночки они вообще шикарные очень хорошо помогают вот это вот калий по-моему да калий железо натрий вот вот это коробочка такая вот сейчас обратно уберу и еще здесь вот у нас стоят такие флаконы с инициалами вот это вот что здесь написано а это для это б но настерлась для собаки для нашей это для меня и это для мужа это совершенно одинаковые флаконы сейчас мы чистим организм время от времени нужно обязательно очищаться потому что на всякий случай может быть какие-то глисты в организме есть о которых мы не знаем потому что мы едим и рыбу соленую и вяленое мясо то есть то что не подвержены тепловой обработке и вполне вероятно что в каждом из нас еще есть какие-то паразиты поэтому время от времени нужно чиститься и вот мы сейчас начали курс этот проведем для собаки для нашей для нас это очень действенное средство но я вам скажу гадость по вкусу еще та это ужасно ужасно горькое средство оно очень густое сейчас покажу может быть кому-то пригодится это вот так называется вот эта фирма ингредиенты а вот ингредиенты значит черный грецкий орех это гвоздика кстати по вкусу очень гвоздика чувствуется на языке и два вида полыни то есть средство очень такое вот сильная во вкусу горькая очищает от написано что от любых видов паразитов какие в организме есть курс идет две недели по моему ушка уж сказал начинать нужно по нарастающей сначала дозировка половина пипетки потом одна пипетка потом полторы потом заканчиваешь уже двумя вот так что мы сейчас пьем эту гадость ну чистится нужно время от времени это для профилактики это необходимо тем более если вы употребляете вяленую рыбу соленую вот как я сказал живя льна мясо то что не подвергалась тепловой обработки поэтому лечитесь так нет повернуть надо чтобы надпись была впереди здесь брала так дальше здесь вот тоже вот эти вот ванночки они очень высокие они в контейнеры не поместились поэтому я их как бы пихнула сюда между контейнерами это масло из семян льна вот здесь вот написано это сердечно-сосудистая система для сердца очень хорошо такие капсулы это клетчатка в порошке он телом таблетки это при сжоге также насыщает организм кальцием идем дальше выше так скажем знаете я сейчас этот контейнер достану и он у меня будет в качестве подставки для камеры чтобы так с высоко с высоты птичьего полета смотреть вот этот контейнер все для оказания первой помощи скажу еще у нас лекарства некоторые хранится в холодильнике мази лекарства кое-что хранится еще и еще также у нас хранится кое-что в туалете есть у нас стоит штука такая вот с ящиками двигающимися и и вот там тоже мы храним много чего там у меня этонометры ну много чего потому что все сюда я просто-напросто не вмещается здесь у нас самое необходимое то чем мы пользуемся довольно таки часто я вам сейчас покажу что здесь так это градусник термометр здесь вот эти штучки одноразовые они одеваются на термометр потом просто выкидываются здесь еще один несколько разных бинт вот этот эластичные бинты это это гель при зубной боли пластыри разные разные разных размеров разных текстур вот это вот именно дышащий пластырь он сделан из ткани и пропускает воздух вот я на самом деле от люблю больше всего на такие пластыри не не из пластика потому что под пластиком начинает кожа преть и рано заживает очень долго я предпочитаю или держать рано в открытом виде чтобы поступало кислород все это подсушивалась чтобы или если приходится все таки наклеивать пластырь то именно вот такой вот вот еще пластырь дальше мази здесь разные мази 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 вообще храню в другом месте все это здесь вот просто несколько лежат пипетка тоже клейкая лента тоже кстати дышащие а вот это вот лента она именно из пластика сделано она воздух не пропускает бывают такие случаи что именно необходимо такая лента что не мокла рано снаружи чтобы жидкость я не виду не попадала вот дальше то еще лента ножнички марганцовка зеленка йод вот это вот немножечко спачкана эта мазь на основе натурального меда продукция идет сама с новой зеландии для этой мази а сделано в канаде сейчас откроем вот он какой мед этот прям как мед он пахнет медом это по-моему есть натуральный мед потому что ингредиенты здесь не не написаны вот хотят видно это в секрете держать но я думаю это чистый мед потому что по внешнему виду по запаху это как обычный мед и на натуральный сырой не не подогретый мед вот для ран и ожогов так вот интересно продаются минут видите в аптеках можно купить вот этот шприц использую для того чтобы смешивать что-то какие-то жидкости набирать определенное количество миллилитров это шарики из хлопка здесь 70 шариков вата мазь мазь которую я вам показывала вот это вот мазь вот здесь видите тоже с витамином а и д а здесь витамин а и д и плюс е еще вот это вот тоже хорошее для кожи заживляющие разной мазь здесь тоже все для кожи заживляющие вот эта фирма антибиотик мазь антибиотик я очень люблю но она и дорогая вообще одна из самых дорогих она содержит себе раз два три разных антибиотика мазь например вот это вот анти мазь антибиотика она содержит только вот сейчас я вам покажу для сравнения вот смотрите вот неоспорин да смотрите здесь бацит бацитроцин ниамицин и полимексин на а вот это вот содержит только бацитроцин видите то есть вот это вот она более я даже чисто на практике вижу что вот это более действенное более действенный антибиотик мазь антибиотик дальше сфокусировалась вот то же самое про те которые я вам до этого говорила показывала до пластыри вот эта большая коробка здесь вот смешаны разные виды маленькие большие тоже дышащие пластыри вот эти вот салфеточки обеззараживающие вот это вот обеззараживающий гель руки как бы сказать обеззаразить здесь у меня еще есть иголка вот такая вот такая иголка и можно протыкать шире и тому подобное коробочку все сложу сразу идем дальше дальше переходим на другую сторону вот как я говорила здесь уже идут дополнительные баночки когда окончается что-то здесь я достаю вот отсюда очень удобно это не то что мы всем сразу пользуемся всеми вот этими лекарствами некоторые может подумать у них что там целая аптека там народ у солдат и тому подобное у нас на самом деле это очень удобно иметь все под рукой вот мы нам так удобно так скажем так дальше вот что сердце аллергия боль называется коробочка у меня идет вот такая вот штука здесь и и включаешь она как прищепка вставляешь пальчик и сейчас покажет количество вот это вот у меня уровень кислорода в крови а вот это вот пульс мой то есть норма кислорода в крови 95 у нас 6 100 идеально конечно вот у меня 98 это отлично пульс у меня иногда последнее время что-то у меня повышенный пульс бывает сейчас тут у меня только 72 показал я и туда-сюда двигаю наверно она и не совсем точно показал меня только сейчас у 72 было сейчас я попробую так положить и вот нажимаешь сколько раз нажимаешь и она вот на эту сторону что-то пульс у меня повышенный показывают вот 79 показала и тут же 89 но я еще кофе только что выпила 88 мне последнее время немножечко повышенный пульс не знаю почему вот а кислород хорошо 98 это хорошо вот такая вот штука хорошая удобная значит здесь таблетки от аллергии здесь сбоку у меня лежит валидол это вот аспирин здесь от кларитина это тоже от аллергии аллергия 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 здесь так и написано а таблетки аллергии ибупрофен 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 это таблетки диклофенака тоже от боли ибупрофен трамадол вот эти вот именно вот эти вот таблетки они выписаны по рецепту врача трамадол некоторые лекарства здесь купить невозможно в аптеке без рецепта прописывали мужа но он их что-то не пил так вот выглядит таблетки по рецепту именно в таких вот контейнерах вот здесь написано название для кого это выписано лекарство как принимать и кто именно выписал вся информация именно здесь и еще просто так не откроешь эту баночку это идет защита от детей то есть видите здесь вот такая штука нужно ее опустить вниз и только тогда она откроется закрывается и щелчок все ее просто так вот так вот уже не откроешь очень удобно есть это вот мне волгринс аптека мне очень нравится у них именно вот такой такая вот защелка мне удобно это я как-то заказывал у них лекарства по рецепту не у них в другой аптеке север называется аптека вот там мне не нравится не сервисное обслуживание их не флакончики их не крышки там нужно именно сильно нажать и потом открывать мне неудобно это я предпочитаю волгринс так это тоже самое тайлы но тоже обезболивающие это тоже на основе ацетомофена тоже дома фена снова тоже обезболивающие аспирин и это таблетки когда болит спина мышцы этому тому подобное дальше это простуда грипп желудок вот выглядит эта коробочка значит начнем по порядку сукрец называется так вот металлический контейнер и такие вот леденцы леденцы со вкусом вишни дикая вишня написано такие леденцы от боли в горле более горле таких леденцы вот у них несколько таких упаковок дальше 10 у меня упал карандаш золотая звезда это при насморке чтобы очищались носовые проходы с эфирными маслами очень хорошая штука реклама реклама здесь идет постоянно реклама это леденцы мне очень нравится они по вкусу даже с различными травами вот от кашля от больного горла есть разные разные травы а вот ингредиенты в искать весь оторвано не видно очень много трав очень много трав хорошие хорошие средства помогает швейцарии все это сей швейцарии могу поговорить и швейцарии это средство так вот выглядит эти леденцы по вкусу мне они очень нравятся очень приятные конфетки вкусные и действенные самое главное здесь мне помогает еще есть вот такие конфетки они не упакована каждый отдельно они все вместе тоже приятно необычный вкус тоже хорс хаунта я забыла что это на русском хорс хаунта переводится как так это чего же это я забыла по моему от кашля а вот здесь написано от больного горла это и по моему от кашля тоже помогает это а ну это порошок тарафлю при гриппе при простуде вот здесь вот порошок а тут я люблю именно day time то есть это для дневного времени есть еще night time для ночного времени он помогает уснуть но на меня эти порошки очень странно действуют у меня начинается разница кошмары и если вот я выпью перед сном мы начинают сниться кошмары и я просыпаюсь примерно около трех часов ночи и после этого я не могу заснуть поэтому я сейчас уже не покупание употребляет такое только вот day time для дневного времени здесь еще дополнительные порошочки уголь активированный уголь активированный уголь активированный пытаются вот в таких вот капсулах это против поноса против теории это вообще скажу очищает легкие очищают от этого мокроты мокроты тоже хорошее средство а вот это бабушкины методы так скажем рецепты это куриные желудки перемолотые вернее как кожи из куриных желудков промыто прочищена хорошо и высушена в духовке она вообще тоже при поносе помогает я не пробовала но сделала тоже от поноса не так что мы засранцы но все это есть у нас под рукой так геосакс это от вздутия кишечника вот это вот средство это энзимы бинобин бинс на английском это фасоль фасоль горох вот это все бинс вот это вот принимает именно средства для когда укушаешь то что вызывает вздутие кишечника эти энзимы помогают распадаться вот этим вот ну как продуктом которые именно вызывают образование газов вот у некоторых людей эти энзимы присутствуют в кишечнике у некоторых нет и вот поэтому некоторые люди спокойно едят фасоль а некоторые именно мучаются потом со вздутием а вот если принять вот это вот средство то проблем не будет хорошее средство скажу вот это тоже самое в другой упаковке это наоборот стул софтным как смягчает стул если проблемы с запорами как я говорю мы этим многим и не пользуемся но оно есть вот это вот сено тоже стул софтным смягчает помогает туалет статись по большому у кого проблемы так как эту коробочку мы просмотрели вот что-то я не так упаковала и оно уже размещается идем смотреть что есть сбоку спрей для носа это тоже спрей для носа гомеопатический так пробиотики ацидофилс это тоже пробиотик спрей когда болит горло очень противное средство его терпеть не могу так вот night time про то что я говорила для ночного времени то у меня от этого тоже кошмары бывают это сироп как тарафлю только это вот не в порошке а сиропом очень противный на вкус это средство когда есть изжога тошнота так диарея такое средство красивая там дальше тоже мизинекс и вот такие вот леденцы от кашля со вкусом вишни и переходим к последней полке здесь вот идут витамины все что понимает мой муж что мне опять эта подставка ножка вылетела постоянно вот это вот он принимает для суставов для здоровья суставов чтобы как предотвратить проблемы с суставами он уже принимает много лет чтобы в старости не было проблем с суставами он очень заботится о своем здоровье очень следит это плюс мака это тоже для мужского здоровья b12 некоторые я даже не знаю перевод если честно я даже понятия имею что это такое все тут его я в него делать так не лезу сам знает что принимать и вот следующая коробка вот это витамины минералы которые принимаем именно мы вдвоем это калий по-моему на русском так витамин c куда же без валерьянки психом да валерьянка капсулы валерьянки они здесь продаются валерьянка не в таблетках а именно в капсулах настойки тоже нету именно в таких капсулах продают магрин фолиевая кислота вот я вам говорила про витамины для беременных что фалат именно нужно чтобы фалат было написано фолиевую кислоту я покупала до этого до того как узнала что именно ула должен быть болезнен глицин глицин это тоже для мозга помогает при нервных заболеваниях расстройствах тоже хорошие хорошее средство селки там вот это вот для сердца очень хорошее средство иногда так бывает что начинают побаливать сердце не знаешь что такое и вот выпью мне всегда помогает пристает болеть но оно дорогое вот это дорогая дорогая штука так кальций BAD3 и биотин и еще здесь вот покажу такой вот мини-контейнер для лекарства если дорогу нужно взять лекарства сюда кладешь таблеточки и все удобно тоже ну надеюсь это видео было полезным надеюсь вы кое-что узнали я вот поделилась как я храню свои лекарства рассказал кое-что немножечко так про некоторые лекарства надеюсь было интересно всем пока-пока будьте здоровы следите за своим здоровьем предотвращайте заболевания старайтесь это легче предотвратить конечно всегда чем лечить поэтому следите за своим здоровьем счастья вам ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok